Линия сотрудничества «Таможня-бизнес» продолжает доказывать свою актуальность как для преднестровских предприятий и фирм, так и для таможенных органов ПМР. В продолжении активного диалога с деловыми кругами Республики в Бендерской таможне состоялась встреча с представителями Совета директоров города Бендера, где обсуждались актуальные вопросы взаимодействия таможни и участников ВЭД. Поскольку большая часть предприятий, представленных на заседании, это флуари, вестра, молдавка, бельтиги на занятых перерабатывающей отрасли и активно осуществляют как экспортные, так и импортные операции, круг проблем для обсуждений представлял интерес для каждого участника ВЭД. Повестка встречи включала в себя вопросы, касающиеся процедур предварительных операций, таможенного досмотра, этапов таможенного оформления, улучшения логистических схем предприятий. Директора подготовили нам перечень своих вопросов, с которыми они сталкиваются, которые, на их взгляд, требовали обсуждения и разрешения. Мы их проработали в течение определенного времени, подготовили на них ответы, и сегодня состоялся такой своеобразный диалог. Центральным вопросом обсуждения стал вопрос о сокращении сроков таможенного оформления, перемещаемых через границу сырья и готовой продукции. Представители Совета директоров акцентировали внимание на опыте работы европейских таможенных служб, где выпуск товаров осуществляется в течение нескольких часов. Однако следует иметь в виду, что достичь таких сроков в Европе удалось за счет активно функционирующей системы предварительного информирования, которая связана с обязательством экономических агентов заблаговременно предоставлять в таможенный орган предварительную информацию о поступающих грузах. Именно по этой причине таможенные органы ПМР на заседаниях Общественно-консультативного совета по таможенной политике не раз поднимали вопрос об организации аналогичной схемы в республике, предлагая возможные механизмы ее реализации и соответствующие программные продукты. Сегодня задача создать вот такую гибкую систему взаимоотношений, которая бы позволила динамично работать предприятием. Она сегодня действует, и нельзя сказать, что сегодня мы просто ничего стоим, и поэтому мы пришли выяснять отношения. В любом случае, речь идет о том, что это нужно делать еще оперативнее. Представители Бендерской таможни обратили внимание, что таможенные органы ПМР заинтересованы в четкой работе предприятий и увеличении темпов производства не меньше, чем экономические агенты, и держат вопрос об упрощении и ускорении таможенных процедур в фокусе постоянного внимания. В рамках оптимизации таможенных процедур осуществляется пересмотр и совершенствование технологических схем, проводится мониторинг работы инспекторов и анализ временных затрат на обработку каждого документа. При этом было отмечено, что упрощение таможенных процедур не означает их полное упразднение. Речь идет об облегчении таможенных формальностей для добросовестных экономических агентов. Все наши предприятия – это импортные и экспортные. То есть мы 100% все привозим, почти 90% ввозим. То есть мы обсуждали вопрос, что делать совместно, чтобы все наши предприятия, в том числе и таможенный комитет, сотрудники таможенной, работали в одной динамике. Это, можно сказать, сегодня преимущество, на наш взгляд, должно быть преимущественное, что мы можем себе позволить быстро изготовить, быстро отвести. Это конкурентное преимущество наших предприятий. Согласно озвученной статистике, ежедневно АТО таможни принимает и обрабатывает более 40 пакетов таможенных документов. При этом в случае своевременного и полного предоставления всей информации, необходимых для таможенных целей, выпуск товаров осуществляется за один час. Однако это происходит при условии, если таможенная декларация идеальная. Подчеркнул начальник АТО Бендерской таможни Анатолий Манзюк, имея в виду правильность и точность заявленных в документах сведений, в соблюдении декларантом всех требований, предусмотренных таможенным законодательством ПМР. Таможенники проинформировали руководителей предприятий, что нередки случаи, когда задержки в процессе таможенного контроля и таможенного оформления груза происходят по причине недостаточной квалифицированности кадров на предприятии, ответственных за декларирование грузов и подготовку документов для таможенных целей. Зачастую руководители предприятия по объективным, субъективным причинам либо не владеют некоторыми нюансами того же таможенного оформления, они не есть специалисты-таможенники, они производственники. Им важен, допустим, производственный процесс, бесперебойная работа конвейера, работа с партнерами и так далее. И здесь мы видимся им в какой-то мере как препон для динамики развития производственных отношений. Поэтому вот здесь, когда мы начинаем рассказывать руководителю предприятия, что его декларантом допустил тут ошибку или тут, а надо было сделать так или не так, зачастую для них это открытие. В рамках обсуждения путей сокращения сроков оформления товаров представитель бендерского филиала ГУП «Таможенный брокер» Олег Табак подчеркнул преимущество электронного взаимодействия таможенных брокеров и предприятий по предоставлению документов, необходимых для подготовки и подачи ГТД в электронном виде. Он отметил, что это позволит значительно ускорить процесс заполнения таможенных документов и, соответственно, сократить сроки их подачи в таможенную орган. В ходе диалога участники встречи также обсудили организационные вопросы, согласование и планирование совместной работы и подчеркнули необходимость оперативного взаимодействия при динамично меняющихся условиях деятельности. Встреча состоялась, диалог, считай, был достаточно конструктивный. На какие-то вопросы мы дали удовлетворительный ответ, какие-то вопросы остались в стадии разработки и подготовки ответов на них в стадии решения. И, в свою очередь, сотрудники бендерской таможни задали ряд вопросов руководителям предприятий, обозначили те проблемы, которые они должны решить, в свою очередь, как со своими подчиненными, так и со своими партнерами. Благодаря то, что тесным контактам таможенным сотрудникам таможни, руководителями, мы вот те нюансы, то, скажем, недоработку убираем, и мы со своей стороны, и сотрудники таможни, то есть это улучшает работу в целом. Мы рассматривали порядка десяти вопросов, на все десять вопросов нашли решение сегодняшнего дня и договорились, что спустя месяц мы посмотрим результаты внедрения наших решений в работу обоих сторон и, может быть, продолжим нашу плодотворную работу. Сотрудничество таможни и бизнес-сообщества будет реализовываться и в дальнейшем, как в формате подобных встреч, так и в рамках Общественно-Консультативного совета по таможенной политике при ГТК ПМР. Продолжение следует...